Всем добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас здесь приветствовать. Меня зовут Ольга и вы находитесь на канале о рукоделии, где я рассказываю о всех своих процессах, готовых работах, покупках. И если вам интересно, подписывайтесь, оставайтесь со мной. А сегодняшний видеоролик у нас с вами будет посвящен моим процессам. У нас на дворе практически конец апреля, скоро нужно будет подводить итоги, а я на прошлой неделе развела кучу процессов в неделе стартов. Надеюсь, что вы уже видели, смотрели и вам понравилось. Мне участвовать в этом проекте очень понравилось, потому что теперь у меня на спицах есть достаточное количество процессов, они меня все увлекают и я думаю будет нам с вами интересно. Сегодня будет видео успеть за час, где я вам покажу все свои процессы и небольшие продвижения, которые у меня будут в течение часа. И давайте приступим. Долго я думала, с какого же процесса мне начать этот влог и решила, что это будет вышивка. Это будет не вязание, потому что вышивку я не брала в руки уже, наверное, даже больше недели и соскучилась на самом деле. Поэтому первая часть будет посвящена вышивке. Вышивка это подушка от фирмы Панна. Так должен будет выглядеть готовый результат. Сейчас я буду переставлять пяльца и буду завершать, наверное, вот эту верхнюю часть. Поэтому процесс он вот такой. Сейчас переставлю пяльца, вернусь к вам, покажу, на какой стати находится вот эта верхняя часть и, собственно, начну вышивать. Безумно соскучилась, прям очень. И надеюсь, что те, кто болеет за этот процесс, тоже будут очень рады видеть его в кадре. Итак, перезапялила я пяльца. Надо сказать, что на этой дубовой конве большого каунта очень сложно это делать. По крайней мере, вот эти китайские пяльца. Других у меня нет, но у меня они устраивают. Все в них хорошо. Я не профессиональная вышивальщица, поэтому... Так, значит, вот так выглядит моя работа сейчас. Как бы вам показать, она не умещается немножко в кадр. Вот так она выглядит сейчас. То есть, я вот на этой стадии, где-то приблизительно здесь. Я не знаю, хватит ли мне здесь пространства для того, чтобы оформить крыло. Сейчас я буду это выяснять, наверное. И хочу позакрывать вот этот момент еще, если получится. Ну, час, вроде бы ты думаешь, ой, как это долго. А на самом деле это не так-то уж и долго. Встретимся с вами ровно через час. Ну, быть может, чуть побольше, если меня увлечет. Я, наверное, сейчас включу видеоролики, которые я не успела просмотреть за прошлую неделю. С недели стартов, девчонок. И буду вышивать. Все, встретимся с вами через часик. Ну, как всегда, как только я решу снимать, обязательно начинается ремонт. Или еще что-то. В этот раз выглянуло ярко солнышко. Но, думаю, вы все равно разглядите мои продвижения, которые свершились за час. Очень мне нравится, конечно, вышивать этот процесс. Меня прям притягивает, затягивает. И думаю, что я к нему в ближайшее время вернусь. Я вышиваю очень-очень медленно. Просто потому что, ну, никуда не тороплюсь, наверное. И хочу, чтобы крестики были, ну, хотя бы относительно ровные. Я совершенно не претендую на мастера в данном случае. Я просто вышиваю в свое удовольствие. Это будет подушка. Подушка для сына. Надеюсь, что хоть к лету я успею. Но не факт с моими нынешними стартами. Не факт, что я успею до лета. Ну, посмотрим. Время покажет. Думаю, что вам тоже будет интересно понаблюдать за продвижениями этого процесса. Что здесь? В первую очередь процесс пошел намного быстрее. Процесс вышивки. Да, почему? Потому что я для начала определила себе границы. То есть, здесь нет разметки. Я специально не наносила разметку. У меня был когда-то фломастер специальный, да, который делает разметку и потом стирается. Но на самом деле не все смылось при стирке. И я переживаю теперь за свою вышивку. Так я не делаю. Уж лучше я несколько раз распарю. В данном случае я тоже распарывала. Сначала я обозначила темным цветом границы, да, и потом уже начала заполнять внутренности этих границ. Здесь достаточно логичный участок. Вот вы можете заметить, вот он этот участок. Он такой выделенный, светлой линией. Поэтому для меня не составило труда. Так, и вот я теперь думаю, хватит ли мне здесь места или нет для завершения вот этого кончика. Ну, посмотрим, покажет время. Очень-очень нравится сам процесс. И сейчас я буду приступать к следующему моему процессу. И тоже уделю ему 1 час времени. Давайте же посмотрим, что я выберу. Так, решила я немножко отдохнуть. Здесь идет простой реглан сверху. Может быть удлиненный типа Хейварда, но не факт. Посмотрим, что получится. Этот процесс, это с недели стартов. Меня он очень привлекает и увлекает своей необычностью. Да, необычность заключается в пряже. Здесь Тантурина от фирмы Кантекс. И она не совсем стандартная. Такая ниточка, очень интересная. Ниточку обволакивает черная нить. И периодически встречаются вот такие вкрапления, где ниточка просто оплетает основную нить. Вот, так думаю, видно. Видите? И это очень интересно выкладывается в узор. Мне интересно довязать до подрезов, естественно, да, и посмотреть, посадить на себя. И вот этот вот процесс довязать до подрезов, примерка первая, это самое-самое увлекательное. И здесь у меня вывязан один моток. Сейчас я буду подсоединять второй. И посмотрим, сколько же мне удастся связать за час. На самом деле я не тороплюсь. Смотрю видеоролики, смотрю на телевизоре. Я, думаю, одна в кои-то веке. И смотрю на телевизоре, а лайки поставлю чуть попозже всем. Вот, пошла. Посмотрим, что из этого получится. Я вам через часик покажу. Ну, что ж, давайте посмотрим на результат. Здесь результат не так очевиден, как в вышивке, потому что идет полотно по кругу, петель становится все больше и больше. Ну, и, соответственно, результат так какового можно и не увидеть. Час это слишком мало для такой работы. Но, тем не менее, продвижение есть. О процессе я вспомнила. Вернее, я не успела о нем забыть. Ну, и если посмотреть, то вот столько я успела отвязать за час. Всего вот этого полотна. Я не скажу вам, сколько здесь петель, потому что я, честное слово, не знаю. И считать я буду только, когда уже выйду к подрезам. Естественно, там я посчитаю и рукава, и перед спинку, и сколько взять на подрез. Ну, в общем, все подсчеты и расчеты, они у меня будут уже там. Сейчас у меня здесь... Так, сейчас ленту найду. Так, так, так. Вот она. Приблизительно мы с вами посмотрим. Да, вот. От начала прибавок у меня идет 15 сантиметров пока только. Ну, предполагается приблизительно столько же. Поэтому у меня все впереди с этим процессом. Так, на сегодня о нем я забываю. Сейчас достану новый процесс для того, чтобы вспомнить и продвинуть и его. Подзабытый процесс прошлой недели. Я знаю, что многие из вас ждут уже готового результата. Я здесь увлеклась новыми процессами. Поэтому этот процесс, он остался как-то вот на втором плане. Будем возвращать его в строй. И, скорее всего, мне бы хотелось успеть, конечно, его завершить в этом месяце. Ну, посмотрим. Так, значит, что здесь? Здесь полностью вывязано полотно. У меня есть обзорный мастер-класс. Делаю акцент на том, что он обзорный. Я не умею снимать по петельных мастер-классов. И я уже не раз говорила, что меня это напрягает. Поэтому рассказать, как я вязала, сколько петель набирала, это я еще могу. Если вам интересно, конечно же, проходите, смотрите. Если нет, то думаю, что подобного рода изделия все равно есть и на ютубе в том числе. Здесь имитация, а может быть и не имитация. Может и японское плечо так вяжется. Я, честное слово, не знаю. Вот. Здесь я экспериментировала. И по посадке тоже пока сказать не могу, потому что это чистый воды эксперимент. Не по картинке. Если бы я вязала хотя бы по картинке, то я бы наверняка могла бы вам сказать, что сядет хорошо или сядет вот так, или будут вот какие-то нюансы. Вот как раз об этих нюансах сейчас, наверное, я и буду задумываться. Рукава я планирую вязать абсолютно простыми, лицевой гладью и завершать их такой же резинкой. Какие это будут рукава, пока не знаю. Может быть, три четверти, а может быть, полноценно. Вяжу я из вот такой пряжи ананасовой от фермы Камтекс. Если кому интересно, кто не знает и не видел этого изделия, у меня на канале, да, вернее, процесса. Цвет номер здесь 31. Так, что из последнего из вопросов было? Колючая ли это пряжа? Вы знаете, когда я довязала вот так в мотке, она абсолютно не имеет никакой колкости, но когда я довязала и примерила, да, вот уже полуфабрикат, я поняла, что колкость в этой пряже все-таки присутствует. Была у меня такая пряжа, в составе которой была крапива, она тоже вот немножечко, знаете, был вот этот эффект колкости. При всем при этом не как шерсть колет, а вот именно как какой-то иной состав. Вот не объяснить по тактильным ощущениям. Я к колкости отношусь нормально, поэтому думаю, что будет нормально. Но как только я довяжу, постираю, я вам обязательно еще раз расскажу про свои ощущения касаемо именно этой пряжи. Сейчас я пойду вязать первый рукав. Мне нужно будет вести записи, поэтому я здесь больших надежд не возлагаю. Но, тем не менее, покажу вам небольшие продвижения. Главное начать. Начать вязать. Время пролетело невероятно быстро. Есть начало вязания рукава, но большую часть времени, наверное, я потратила на примерку, потому что подобный рукав вяжу в первый раз. И, естественно, я сомневаюсь. Мне кажется, он широковат. Но для того, чтобы четко определиться, вообще я хочу рукав-фонарь, конечно, здесь применить. Но для того, чтобы вот прям четко определиться, да, тот или иной вариант мне больше подойдет, мне необходимо отвязать, конечно же, один рукав полностью. Ну, или, по крайней мере, хотя бы до локтя, чтобы понять, как же сядет здесь все по пройме. Я практик, я не теоретик. Конечно, теоретически можно было бы, наверное, и рассчитать, и посмотреть какую-то теорию, и все это... Ну, вот, ну, не могу я так. Мне проще вот связать, распустить и заново связать, если что. Я учусь только на своих ошибках, поэтому пока вяжу. Выглядит вот так час работы. Ну, здесь плюс-минус, наверное, минут 15, потому что примеряла дольше, чем вязала. Вяжется очень легко и очень быстро. На кубических спицах эта пряжа вот просто летит. Так, кубические спицы у меня здесь получается 3,25. Вот так. Такой процесс. Так, я уже поняла для себя, что этот процесс, он пойдет в любом случае в лидеры. То есть, после того, как я завершу съемки этого видеоролика, я примусь за него прям основательно и буду добивать до победного конца. Пришел муж, как раз в процессе примерки, и сказал, что нужно оставлять рукава короткими. Ну, как вариант, этот вариант тоже можно рассмотреть, потому что, ну, слушать мужа в этом случае, это, конечно, у меня бы все джемпера, все свитера, все бы были без рукавов, потому что он считает, что мне так больше идет. Вот, ему так больше нравится. Но я считаю, немножко иначе мне нужны рукава. Все-таки это плечевое изделие, да. И я не скажу, что это прям маечка какая-то, достаточно плотное полотно, несмотря даже на то, что здесь такой ажур. Вот, поэтому я думаю, что хочу я все-таки полноценные, длинные рукава. Так, сейчас покажу, над чем же я буду работать дальше. Так, этот процесс у меня лежит в корзинке прозрачной, которую я вам каждый раз показываю. Он у меня лежит на самом дне. И лежит он там уже, наверное, месяц я к нему не прикасалась, а может быть, чуть меньше. Но суть в том, что это долговяз. И это в моей практике, наверное, первый раз такой долговяз. Видите, вот эти вот такие мусоринки, это как раз от пряжи желтой, которую показывала в предыдущем кадре. Она немножко сыпется, ананасовое волокно это. И, в общем, надо определить этому процессу какую-то либо проектную сумку, хотя в ней неудобно. Скорее всего, ананасовый процесс я определю в проектную сумку, а этот сейчас вытряхну, наверное, все, что там есть, почищу и положу все-таки в эту прозрачную корзинку, потому что вяжу я из вот таких вот бубликов. Видите, что происходит? Вот так. Вот так заводить много процессов. Вот так их складывать на дно. Да, но это, конечно, все поправимо, понятное дело. Но если бы я отвязала сначала одно изделие, а потом начала вязать другое изделие, такого бы, конечно же, не произошло. Но меня укусила какая-то муха, как говорит мой сын, в этом месяце, вернее, этой весной, я как-то вот распроцессилась. Действительно, все вязать на самом деле интересно, достаточно увлекательно, но вот этот процесс затормозился. Сейчас я его буду продвигать. Я повешу здесь маркер недалеко. Повешу здесь маркерочек, чтобы мы с вами могли понимать. Так, а что это значит у меня теперь здесь? Это, наверное, предыдущее. Так, чтобы мы могли с вами понимать количество провязанного полотна за час, да? И пойду наслаждаться этим процессом, вспоминать о нем все. И здесь мне нужно было вымереть, сколько у меня уже скос плеча. Ну, надо сказать, что это, да, такая резинка, она еще вот так вот. Так, сейчас образец покажу. Сама себе тоже напомню. Он выглядит вот так рельефно, а будет выглядеть вот так нерельефно. То есть, он, видите, как расползется потом. Поэтому мне надо сейчас по образцу посмотреть, сколько мне нужно на плечо. И не пора ли мне отсоединять это полотно на две половины, на перед и на спинку, для того, чтобы вывязывать уже здесь пройму. Посмотрим. Я вам расскажу через часик. Час пролетел. Буду рассказывать, что же у меня здесь свершилось. Как я провела этот час. Значит, первое, я достала свои незамысловатые расчеты, посмотрела, попримеряла, измерила изделия, которые у меня есть уже готовые, приблизительно в такой технике. Что я только тут не умудрила. В общем и целом, занималась какими-то своими незамысловатыми расчетами. Ну, помните, расчеты у меня не ахти как идут, правда? Вот. И далее я пришла к выводу, когда посчитала петли. Когда я сделала эти вот самые небольшие расчеты, посчитала петли, поняла, что мне уже пора все отсоединять полотно. Поэтому здесь вот эта вывязанная часть, это и есть тот самый час. Ну, плюс еще вот все мои подсчеты, подсчеты петель, это тоже занимает большое количество времени. В общем и целом, процесс я подняла, вспомнила про него, поняла, вновь пощупала в руках, вновь его осознала, да, вновь как-то сжилась с ним, что ли. Не скажу, что полюбила, ну, потому что это черная-черная пряжа, в несколько сложений, это полупатентная резинка. Вязать интересно, но обратно-поворотными рядами менее интересно, чем в круговую, почему-то для меня лично. Вот. Вернулась к процессу, надеюсь, буду его потихонечку продвигать, показывать вам в кадре иногда хотя бы, потому что, ну, готовый результат мне тоже будет интересно увидеть. Вот. Это был очередной процесс, очередной час, и сейчас покажу вам еще один процесс. Так. Это вот такая вот горчичка, вяжется она узором рис, хотела сказать, путанка нет, рис, когда мы с вами два ряда вяжем по рисунку, да, и потом меняем, чередуем. Так, это пряжа, для тех, кто не видел, процесс участвовал у меня в неделе стартов, но там я вам показывала меньшее количество отвязанного полотна. Здесь я втихушку вне камеры отвязала еще энное количество, съездила в деревню к маме и примерила этот процесс на нее. Вроде бы как все хорошо, но надо тоже дойти до подрезов для того, чтобы понять, все ли действительно, ну, грамотно, более-менее хотя бы грамотно, да, сидит на моей маме. Понятно, я привыкла вязать для себя, я чувствую себя, да, я понимаю свои размеры, а все-таки вязать для чужого человека, это, наверное, все-таки больше профессионально, да, и необходимы расчеты, и нельзя так халтурить, как я иногда это делаю. Так, давайте смотрим. Это пряжа Лама, Бэби Малышок, и здесь у нас с вами 260 метров в 100 граммах, 30 шерсть мериноса, 70 акрил. Цвет у меня идет, горчица 33 цвет. Цвет потрясающий. Пряжа имеет свойство, знаете, шуршать, ну, то есть акрил чувствуется, поэтому такое, ну, как сказать-то вам, причем это не высокообъемный вот этот акрил, да, а он жесткий, какой-то вот он все равно жестковат. Для кардиганов, бомберов хорошо. Если вы не смотрели неделю стартов, посмотрите, я там как раз рассказываю свои самые-самые первые впечатления по пряже. Вязать можно, вязать легко. И, значит, что у меня здесь? Здесь у меня идет вторая стадия вывязывания реглана, то есть здесь я прибавляла в каждом втором ряду, как красиво получается в каждом втором, а здесь я уже начала прибавлять в каждом третьем ряду, и это не так красиво. Здесь прибавки я решила делать в каждом четвертом, потому что мама хочет такое, знаете, углубление, достаточно, не шустрое, так скажем, да, соединение двух деталей. Вот, ну, посмотрим. Распустить я всегда успею, и здесь я даже вот ни капельки не расстроюсь, если мне придется все же что-то подраспускать, потому что вяжу редко не для себя. Вот. Так, значит, что я сделаю сейчас? Наверное, повешу маркер для того, чтобы просто вам показать, да, сколько я успею связать за час. Здесь уже большое количество петель, не думаю, что я прям размахнусь так, что будет прям такой очень сильно заметный результат, но тем не менее будут продвижения, а продвижения нас не могут не радовать. Подключусь через часик. Пролетел еще один час, а это значит, что это завершающий этап этого видеовлога. Посчитала все свои процессы, получилось их пять вместе с вышивкой. И вот продвижение последнего процесса. Это совсем немного, сантиметра два отвязаны здесь полотна, но надо сказать, что петель здесь тоже уже достаточно много. Вот. Так, спицы шуршат. Вот такой процесс у меня есть на спицах. Буду продвигать, буду вам рассказывать. Мы обязательно с вами увидимся в новых видеороликах. Желаю вам крепкого здоровья и надеюсь, вы хорошо повязали вместе со мной. И до скорых встреч. Пока-пока.